Добрый вечер! В эфире «Правиль» на телеканале АТР. Это время, когда мы говорим, как я всегда говорю, о наиболее важных для странных событиях и встречаемся с интересными людьми. Я думаю, что это важное для страны событие и не потому, что это телеканал АТР, который вы сейчас смотрите и на котором я работаю. И работает мой сегодняшний гость, гендиректор телеканала АТР. Суть не в этом, а суть в том, что то, что сегодня произошло, о чем мы будем говорить и о чем я буду спрашивать Ленура, это как так случилось, что несмотря на все благие намерения, пожелания, гарантии, обещания и так далее, у нас уже скоро половина февраля прошла, а телеканал АТР так и не получил ни копейки бюджетных денег. Плюс к тому, что 15 миллионов бюджетных денег за тот год мы недополучили, а это долги за трансляции на спутник. Это то, благодаря чему нас смотрят вообще на оккупированных территориях. И сегодня стало окончательно ясно, что заблокирован счет, заблокирована государственная помощь, выделенная уже этим парламентом и в бюджете 2020 года. вот так вроде все голосуют, парламент проголосовал, правительство утвердило, все хорошо и мы просто ждали, мы думали, что какое-то время пройдет и это все не может такое быть просто. чтобы Крымстарский канал единственный остался без помощи государства, до которого отняли Крым. Но, к сожалению, до последнего мы ждали, два месяца мы это почти никак не комментировали и избегали всячески, ну, думали, что все будет нормально. Но, к нашему великому удивлению, сегодня в последний раз в 4 часа дня было совещание в казначействе, насколько я знаю, и была поставлена, ну, если не точка, то жирная троеточия взята на паузу. Крымстарский канал не получает и не будет в данных условиях получать финансирование. Это значит, что, в общем, что это значит, мы спросим Ленуру Исляму, давай начнем с конца. Что сегодня произошло, почему это точка такая или запятая жирная? Нет, пока это еще не это запятая, жирная запятая. В череде тех переговоров, которые есть с Телем Олегом, Буменан Башлаев. Добрый вечер. Он, в любом случае, добрый, потому что мы еще живы, и мы пока еще вещаем. Я надеюсь, те люди, которые нас смотрят, у них тоже должно быть сегодняшнее понимание того, что происходит. Сейчас объясню. Вообще, вот сегодняшний эфир такой, у меня в основном волнительный тоже. Вот ты говоришь, а я все у меня в голове пропишу. Да. Я просто хочу извиниться перед телезрителями и Бахшларсу на смену Хармда. Хармда Баххан Серджилер. Потому что я представляю, какая картинка сейчас для них. Это вот видеть сейчас то, что на экране происходил сегодня целый день пустая студия. Мы транслировали пустую студию, пустые вот эти кресла, на которых мы сейчас с тобой сидим. Это можно было бы, в принципе, с какими-то сутиалистическим сюжетом такого-то, действительно, урала вообще. Это вообще просто какие-то небылицы. Но это происходит у нас, фактически, получается, в 21 веке, в 2020 году. Давайте по порядку начнем. Вот такая картинка была у нас в 2015 году, когда оккупационная власть заблокировала в Крыму нас. Если ты помнишь, ты был тогда, ты приезжал на эфир. Кстати, мы вели этот марафон. Я не был в эфире, но были те журналисты, которые вели. Там, Ленур Юнусов, ты его помнишь. Ты помнишь, Ридван был. Был, кстати, Рифатара Маликов выходил. Выходил Шевкет Немитулаев. Гульсун тогда еще маленькая была, не выходила. Вот пять лет назад у нас был аналогичный эфир. Тоже марафоны, тоже приходили опинер-лидеры, приходили люди, которые нас поддерживали. И говорили то же самое. Но тогда были оккупационные власти. Мы слышали с материковой Украины, мы слышали, что мы поддерживаем... Кстати, некоторые поддержали очень серьезно и морально и материально тогда. То есть Украина тогда поддерживала материковой. Что случилось потом? Мы вышли сюда, если помнишь, попередник Зеленского. То есть вы... Я сам крымский татай, он озвучивал, если помнишь. Он... Дело чести вещать телеканалу АТР. И мы сделаем все, чтобы телеканал АТР вещал. Дальше прошли очень долгие, как обычно, там... Боярское золото... Царское золото в Боярской лице тоже сеется. Помнишь, как это? В пословице. Все это было. Очень долго приходилось встречаться, переговоры вести. В итоге, только после нажима тогда, Мустафы Джимилева и Чубарова, тогда фактически получилось то, что получилось. Мы пробили финансирование. Нам его тоже дали в конце года. И вот так вот мы жили. Причем жили очень по-разному. Тоже вы телевизители должны знать. Бывали годы, когда вроде бы все поддержали нас, и мы будем в бюджете, но денег в бюджет не вносили. Мы нас спросили, вы пока сейчас не суетитесь, не шумите, мы включим это в течение года. Вот так вот включали. То есть были разные ситуации. Бывало и так. Но всегда мы знали одно. Есть уполномоченный по делам Крымской Атар, в аппарате президента. Есть постпредство. Все-таки оно было и оно заработало уже. Которое стояло на нашей стороне. Есть гражданское общество. Есть понимание того, что мы делаем. Мы ведем информационную войну. Да, мы военным путем не можем освободить Крым сейчас, но у нас есть информационный фронт. Мы должны точно как минимум не проиграть. И мы это доносили и каждый день с тобой мы это делали. Ну, благодаря журналистам, которые здесь работают. Что произошло в 2019 году? Часть бюджетной программы включена была. Бюджет. А часть была в додатковых коштах. Вот эти вот 15 миллионов. Которые мы писали еще в 2018 году. Включите сразу. Нам сказали, ну чего вы переживаете? Неужели мы не оплатим? Фраза была такая замечательная. Неужели найдется кто-то, кто может лишить крымских татар крымско-татарского телевидения? Вот эта фраза меня убивала. Ну, конечно, действительно, как кто-то может найтись, который может какие-то смешные деньги для бюджета страны не найти для маленького телеканала, который выбрался сюда. Я чуть тебя перерыву. Деньги смешные для бюджета, а позор огромный. Сегодня большой праздник у кремлевских СМИ. Они просто беснуются. Они все печатают материалы, что Украина бросила крымских татар, что там вот это все такое и прочее, 20-е, 10-е. Вот, смотрите, просто мы слишком давно живем на этом свете. И были всякие ситуации. Реально, всякие. И уже были марафоны САИ в АТР, кстати говоря, и, по-моему, в 2016 году, когда тоже нас держали все время, придушивали немножко. Я уже не знаю, кто там этим конкретно занимался. Но сейчас ситуация очень такая, ну, очень странная, очень подвешенная. И мы даже не знаем конкретно вообще, кто… Или, может быть, Ленур знает. Расскажи, пожалуйста, где тут стопор? Вроде парламент проголосовал. Давайте сделаем вот так. Парламент проголосовал, только мы не знаем, в каком бюджете мы есть. Чтоб ты понимал. Нет, у нас в бюджете 2020 года, вот так вот прописано, что как было раньше, что телекомпания «Атланты» с логотипом АТР входит в бюджет. Ее нет такого. А как сейчас? Ее нет постановы Кабмина, которая 27 января была, 24 января, по-моему, была проголосована. Ее тоже нет. То есть мы ее не видим. Ее до сих пор не опубликовано тоже. Но есть распорядитель денег, Минкульт, который деньги, ассигнования открыл. Открыл нам «Мережу» в казначействе. Причем нужно в аналогии смотреть. Значит, в 2019 году я, Чубаров, Кореневич и Ташева ездили к Соколовской, такой Юлии Сергеевне. И говорили о том, что да, вот эти деньги, которые 15 миллионов, они мы должны получить. Мы говорили не о том, что вообще получим мы их или нет. Нет. Мы говорили о том, чтобы они их дали пораньше. Не в конце года. Потому что мы получали там, 26-го получали, 24-го получали. В бытность Гройсмана там все такое прочее. Мы просили, чтобы нам, знаете, что было сказано? Да вы что? Сказал министр соцполитики. Конечно. Конечно, мы сделаем так. Не так, как было в прошлые разы. А сделаем так, чтобы вы получили пораньше. Ну и как мы получили? В итоге, смотри, как интересно. Мы получили 28-го декабря деньги на казначейский счет. Не просто счет в банке, а казначейский счет в субботу. Деньги на покупку валюты, оплату услуг. То есть, каким образом можно было в субботу купить валюту? Причем это было сделано, я не знаю. Я сейчас не хочу конспирологически. Я хочу, кстати, конспирология здесь есть какая-то определенная. Напрашивается, но в субботу мы получили в 19-м году деньги. Нам пришлось их вернуть в этот же день в бюджет. То есть, задумайтесь, в субботу. Какого числа? 28-го. 28-го декабря прошлого года мы должны были погасить долг перед спутниками компании. Получили бюджет деньги. Сейчас разведи, просто я хочу акцентировать на это внимание. Вечером в субботу, да? Да, да. И не смогли перевести, просто вернули их в бюджет. Это было такое феерическое то ли головотяпство, то ли издевательство. И потом еще некоторые люди, близкие к власти, скажем так, или считающие, что они близкие к власти, или вылизывающие где-то что-то, написали, что это АТР сам виноват, что они не подготовили какие-то платежки и так далее. Это была преднамеренная ложь. Я об этом написал в фейсбуке. И вот отсюда вся констерология, собственно говоря, что заранее нас выставляли виноватыми, причем люди, которые близки почему-то к власти. Причем Грицун, которая казначейством управляет, киевским, мы с ней знакомы. И в бытности до, так скажем, сегодняшних дней мы были в контакте, и она каким-то образом даже помогала, созванивались. Но сейчас этот человек недоступен стал совершенно. Про субботу я уже рассказал, теперь дальше. Значит, 2020 год. Среди за цепочки. В бюджете нас вот так вот, как АТР, прописано нет. Постановы, которые приняты в январе, нас тоже, мы ее получить не можем. И дальше есть Минкульт. Надо отдать вот кому-то Минкульту, в принципе, они занимались, они созванивались с нами. И Алексей, который первый заместитель Бородянского, и сам Бородянский, звонили нашим, так скажем, людям, партнерам, так скажем, их можно назвать, потому что это тоже государственные структуры, такие как КРРТ. Это вышки, которые вещают на оккупированный Крым. Чтобы они нас не блокировали тогда, отдать им должное. Но они открывают ассигнование, ассигнование попадает на наш казначейский счет в казначействе, и блокируется казначейство. На основании, что мы не прошли процедуру тендеров. Каким образом АТР, канал в изгнании, может проводить тендеры на съемки? Да, мы каким образом, это отдельная тема, кто у нас, мы коммерческая компания, эти деньги попадают к нам сразу как прибыль. Это отдельная история, и об этом юристы наши тоже будут говорить. Вообще, смена правил игры, вот такая вот, знаешь, вот сейчас уже, как середина февраля, и нам заявляют, что оказывается вот такая история должна быть, и что мы должны оказываться вот так, а сейчас эти деньги блокируются. Мы бы поняли, если бы нам сказали, допустим, ребята, в печати денег нет, давайте, как бы там, пока уходите в отпуск, пока… Этого никто не говорит. Ассигнование открывается, и тут же блокируется казначейство. Знаешь, это такой какой-то, как злой гений такой, ты знаешь, и туда не знаю куда, принести тоже не знаю что. Это можно как-то, как трактовать, как, знаешь, вот эта история, добрый следователь, злой следователь. Может быть, но я бы так сказал, знаешь, это вот, как дядя Федор Песекот, я принес вам посылку, но дать вам посылку не могу, потому что у вас документов нету, понимаешь, это вот из той серии. И все, и человек будет приходить каждый раз с посылкой, но мы ее получить не можем, потому что документов нету. Это при том, что даже если бы намек, вот что, в принципе, должно было быть, даже намек на то, что какие-то проблемы есть с крымско-татарским, единственным в мире телеканалом, вообще даже сам намек был бы для Крыма уже унизителен и уже был бы проблематичен, потому что люди в любом случае, они смотрят сейчас, единственный телеканал для Крыма доступный, это АТР. Я не считаю все телеканалы… Я сегодня, да, которые отключили, да? Да, отключили. Я вот хочу обратиться, я не знаю, кто нас смотрит, но если кто-то смотрит с головой, патриотический человек во власти, послушайте внимательно. Я сегодня разговаривал с человеком вот так, по WhatsApp из оккупированного Крыма, и он говорит, что происходит, у нас погасли все украинские каналы. Я говорю, ну вот он позвонил в тот момент, когда она встала известно, что нам финансирование заблокировали. Я говорю, ну вы только не удивляйтесь, но она спустится в студии сейчас, вот в 8 часов будем рассказывать, что к чему. То есть, вдумайтесь, вот сидит человек в Крыму, да, или сидит человек на Донбассе оккупированном, включает вместо украинских каналов черный квадрат и созевать к надпицу «Заплати», да? А вместо АТР пустая студия, потому что заблокировано финансирование, потому что канал АТР, вдумайтесь, должен проводить тендеры на съемки новостей для нас. То есть, смотрите, мы должны, видимо, по вот этой логике конкурс объявить на то, что, дорогие друзья, они все еще сидят в Крыму, кто нам снимали видео. Кто-то хочет еще сесть, на 13-15 лет люди сажались, там вот гражданские журналисты и так далее. Давайте-ка мы конкурс проведем, давайте на Прозоро, записывайтесь, ваши фамилии, имущества, данный год рождения, сразу статью можете написать себе. Вот, конкурс мы проведем, ничего не будет снято, но в тюрьму вы уедете сразу, как пособники террористов. Вот это нам говорит казначейство. Я вообще не знаю, кто там сидит, что там сидит, кто там что понимает, но для меня это выглядит, я не знаю, это выглядит как саботаж, как такой, вот знаете, вот у Ленура аллегория была по поводу этого печки на почтаре, но у меня есть такая жесткая аллегория, связанная с анекдотом. Знаете, такой жесткий черный юмор есть такой, мальчику безногому. Мама кладет конфетку на стол и говорит, на тебе, возьми конфетку. Мальчик подходит без ноги или без руки что ли, он не может до нее дотянуться. Мама такая смотрит на нее и говорит, ну что же мальчик, сынок, нет ручек, нет конфеток. То есть ампутировали вас Крым, вот вам конфетка в виде поддержки государственной, но только мы ее отодвинем вот так вот, и вы на нее смотрите, нет ручек, нет конфеток. Извини, пожалуйста. Нет, причем это сделано в определенных циничных таких вот формах, то есть никто с нами не разговаривает. Вообще коммуникация, сегодняшняя коммуникация с новой властью, которая молодая команда, которая пришла свежая кровь, причем она отсутствует. Конечно, сначала все тут были, многие тут были. Вот здесь на том месте сидел у меня в эфире Никита Патураев, который один из идеологов, слуг народа, который прямым текстом можем видео показывать здесь. Который, что мы будем помогать ЭТР, это вообще даже не вопрос. Будет гораздо лучше, чем даже при прошлой власти, все будет проще, легче. Мы поможем ЭТР, не дословно цитирую, но по смыслу. Имели контакты с людьми, которые отвечают там за медиа в офисе президента и так далее. Я так понимаю, что они куда-то исчезли с радара, это тоже странно. Ну вот, я не вижу их реакции никакой, пока, по крайней мере. Реакция будет, потому что здесь мы не просто телеканал, мы телеканал, который есть в резолюции Евросоюза. Мы не просто телеканал. И европейского парламента. Да, европейского парламента. Мы не просто телеканал. Мы телеканал единственного коренного народа Крыма. То есть, если не считать еще коренев-крымчаков, но в таком почистности один народ. Мы фактически соль и песок Крыма. То есть, мы Крым здесь на материковой Украине, если так сказать. Вот сейчас мы с тобой сидим на территории Крыма на материковой Украине. И если мы говорим уже совсем глубоко, сейчас Озенбашу налью воду на его мельницу, потому что все-таки он в самом начале кричал, что нужно отказаться от фармерологии. Помнишь крымские автары? Мы Крым. Да. Даже не крымцы, мы Крым. Народ Крым. То есть, мы Крым здесь на материковой Украине. Я бы хотел, чтобы все-таки вот чуть-чуть рассказать о том, как мы можем нас поддержаны быть самими крымцами с Крыма. Как мы можем поддержаны. Любое финансирование нас с Крыма там фактически человека могут привлечь. Не ходят на какие-то возможности там с какими-то там деньгами. То есть, любой человек, который будет передавать деньги, он в любом случае уже в опасности. Мы поэтому не настаиваем там на том, чтобы крымцы с Крыма каким-то образом пытались нас помочь. Они поддерживают нас. Они нам передают деньги как-то через кого-то. Есть люди, которые вообще ничего не боятся. Есть люди, которые там, находясь на оккупированной территории, говорят те вещи, которые у нас здесь на материковой Украине многие не говорят. Здесь, потому что они собираются ездить. У них есть бизнес определенный. Там люди не боятся говорить. И вот сейчас для этих людей мы их фактически лишили надежды. Потому что надежда это была то, что здесь мы находимся не только АТР. Здесь есть Меджлис, который тоже не услышан. Здесь есть Муставара, который тоже не услышан. Кстати, вот эта вот ситуация, она выходит одной из другой, если вот конспирологию вот взять. Ситуацию с офисом уполномоченного по делам крымских татар. Ну кому мешал этот офис в аппарате президента? Кому он мешал? Это офис, который любой уважающий себя политик, он бы сказал, если рядом со мной будет находиться Мустафа Джамилов или Липат Чубанов. Честь огромная президента любой страны. Да, он сказал бы, конечно, пусть будет. Что нужно еще сделать? Давайте я сделаю, чтобы они здесь находились. Они же у тебя ничего не просили. Они бы решали ситуацию проблемы народа именно. Рассказывали, что происходит в оккупированном Крыму. Да, и вот эта вот ситуация с тем, что убрали этот офис, потом назначили Антона Кореневича. Вот мы смотрели, кто это такой? Какие заявления он будет делать? Вдруг из того не всего этот человек начинает заявлять про то, что автономию надо согласовывать с кем-то еще. С оккупантами. Да, с оккупантами. Такие же вещи раньше были тоже по поводу воды, но до такой степени никто не доходил. Поэтому ситуация, если брать конспирологию в общем виде, то мы понимаем, что это все, как в народе говорят, это же неспроста. То есть одно можно нанизывать на другое. Но еще пока такого явного нам, получается, сопротивления со стороны власти, такого отторжения нет, но это звоночки. Это такие, ну уже не совсем даже звоночки, это такие колокольцы такие уже, которые звенят и которые ребята говорят. Вы понимаете, что сегодняшняя ситуация вам что-то должна сделать? Я еще хочу добавить, что для людей, которые нас смотрят, АТР это не только, это не я там, это не ты отдельно, это не отдельные люди, которые... Это явление сущности, это сущность Крыма, это сущность сопротивления. Этот канал смотрел весь мир, когда была аннексия Крыма. Этот канал, кадры брали все ведущие телеканалы мира, потому что мы были на острее всего этого, мы освещали все, что происходило. Мы не согнулись, но я тогда не работал. Ребята не согнулись за год под оккупантами, не повесили русский флаг, поэтому их уничтожили и додавили до конца. И самое главное, что для людей, которые смотрят нас в Крыму и на других оккупированных территориях, потому что смотрят везде, мы знаем, для них это не мы, это даже не АТР, и это даже не Меджлиз, это государство Украина. И это они видят, что государство Украина поворачивается к ним вот так вот спиной. Понимаете? В полупрофиль, а потом раз и в затылок. Вот. И именно так люди пишут и говорят, а что, мы теперь все, да? Что, гудбай? Да, это еще началось с того момента, когда были закодированы главные каналы, и 89% вещаний украинского как языком срезало. И это при том, что люди приходят в классе медийщики и говорят, что мы победим Путина в медийной войне. Ну, пока эта победа называется снять все части, увести их с фронта, просто с медийного, да? И еще, а кто тут еще сопротивляется? Телеканал АТР, да? Ну, давайте, так сказать, приостановим, ну, в удовольствие этого канала, а там посмотрим, что будет. Я далек от мысли, что кто-то это программировал. Если это так, то это просто предательство говорить не о чем, да? Но я хотел бы, чтобы в этой системе был найден сбой, чтобы он был исправлен, потому что то, что сейчас происходит, это просто плевок наших зрителей, это плевок во всех украинцев, живущих на оккупированных территориях, кто любит нашу страну, кто понимает, что Крыма без Украины не бывает, как и наоборот, да? Это плевок патриотов здесь, и это очень некрасивая история для власти, потому что, тем более для власти, которая декларировала себя как медиасилу, кроме всего прочего. Мы всего, конечно, в такой ситуации находясь, показали, конечно, им и дали им возможность. Сейчас мяч перебросили русским, так скажем, получается, в информационной войне, потому что этой водой, наверное, фактически на своих минусах они будут раскачиваться. Ты об этом говорил? Сегодня будет полностью все эфиры забиты, что вот, смотрите... Да, Украина бросила крымские фата. Да, бросила крымские фата, все такое прочее. Мы, конечно, вообще плохо, когда телеканал говорит о телеканале, но мы вынуждены сегодня так говорить, потому что мы все-таки хотим, чтобы вся материковая Украина и все украинцы, которые считают себя настоящими украинцами, то есть те украинцы, которые считают себя, что Крым — это тоже Украина. Что Крым — это не просто там место отдыха, там вот я ездил там отдыхать, там ел чебуреки, нет. Крым — это Украина, потому что крымские татары говорят так, что это Украина. Коренной народ говорит так, что Украина. Именно что крымские татары, мы говорим так. Вот это Украина. Если мы это говорим, то, ну, украинцы, ребята, ребята, вы здесь находящиеся, здравые и трезвые, вы можете нас поддержать, потому что нам, по идее, если вот так вот дальше пойдет, мы можем вообще отказываться от государственной поддержки, потому что я не знаю, что за эту государственную поддержку от нас еще попросят, я не знаю, но я на самом деле по сегодняшним действиям властей, я не понимаю вообще смысл того, что они делали. Им нужен был этот скандал или им нужно было то, что мы сейчас говорим с Айдером, это мы фактически сейчас как, я не знаю, мы фактически самым обичеванием занимаемся того, что мы в государстве в этом находясь, говоря, что Крым, Украина, фактически получается, чужие как бы среди своих получаемся, вот в чем дело, и это чужие среди своих находимся, мы здесь сейчас в 20-м году уже 6 лет войны, мы вот этот телеканал собрали, здесь чемоданов, мы собрали людей, которых я вез на скрытых машинах, мы еще тогда можно было перевезти, оборудование, часть оборудования, которого не арестовали, везли под щебенкой в грузовиках, еще щебенка еще ездила тогда в грузовиках, это мы здесь собрали на поддержку Севастополя, неравнодушные люди везли камеры свои, там телеканал был маленький, который заблокировали, здесь если эфир будет смотреть, вот здесь есть 15-й офис на Вавилово, прикордонный, он нам собрал здесь студию, то есть Дмитрий прикордонный, нас на самом деле вот эти вот 5 лет поддерживали украинцы в том числе, они поддерживали, приходили, помогали, когда говорим о том, что мы целостные, то есть мы объединяющие Крым и материковую Украину, телеканал, связующий, вот есть было такое, помнишь, в советское время был такой наркомат радиовещания, телерадиовещания, помнишь там, советское информбюро, софинформбюро, так вот на сегодняшний день, по идее, если вот взять аналогию с советским временем тогда, радиовещания тогда специально расширяли везде, этим занимались те люди, которые в наркомате в этом находились, вот, почему, они держали государственную повестку, даже в любом селе, у человека был вот этот вот маяк, вот эта вот тарелочка, в государственном селе, чтобы люди знали, что... Родина, родина не бросит. Родина не бросит. На сегодняшний день, получается, мы находясь на материковой Украине, мы, как Крым здесь находясь, вот сейчас, на сегодняшний день, мы брошены. Смотрите, ну, просто я везде уже последние 3 часа, как мы объявили, вынуждены были объявить о том, что нам заблокировано финансирование на неопределенный срок и с невыполнимыми условиями тендеров для наших репортажей новостей, совершенно дурацкими, я прошу прощения, кто это вообще придумал, этот бред невыполнимый, но это запретительные условия, называется, такие условия поставить, вот там, ну, какие угодно аналогии приводите, я сейчас не об этом, я хочу сказать, что много людей написало, много хороших людей, любящих Украину, крымские татары написали слова поддержки, я хочу несколько, чтобы вы посмотрели видео, например, глава Меджилиса Рифат Чубаров тоже прокомментировал одним из первых ситуаций с АТР, давайте его послушаем, посмотрим. Я витаю будь-якие марафоны, але зрозуміло, что там, где идет про поддержку финансового засоба массовой информации и особенно засоба массовой информации, которые говорят на окупованной территории, из-за Крыма на Крым, а АТР є такою телерадіостанцией, телекомпанією, яка мовит трима мовами, крымско-татарскую, украинскую и російськую. Також, чтобы объяснить людям, что там подбивается, это завдание, в первую очередь, государства. Шкода, что сейчас, пока что, несмотря на то, что в бюджете этого года предназначено, там какая-то часть ресурсов, но что там, какие-то бюрократические перепоны, что до безусловно финансирования деятельности АТР. И поэтому творчий коллектив, насколько я знаю, мне також сьогодні зранку про это поведомили. Они готовят такий телевизионный марафон, сподіваючи на те, что украинское суспільство підтримує их, як журналистів, які ведуть боротьбу на передньому плані щодо деокупації Крыму. Вот, іще, это был Рифат Чуваров і Ексендер Баріїв, руководитель Крімско-татарського ресурсового центра, також высказався про ситуацію СТР. Послушаем. СТР – это, наверное, на данный момент единственный источник, который формирует контенты о ситуации, в Крыму, о нарушении прав человека в Крыму, о хорошей дискуссионной площадке относительно оккупации Крыма и механизмов, как деоккупировать Крым. Для того, чтобы продолжать деоккупацию Крыма, вопросы деоккупации Крыма, то нельзя это вообще рассматривать в отсутствие АТР. Поэтому я считаю, что государственная политика должна быть Украиной, должна быть четко направлена на то, чтобы не только сохранить АТР, а наоборот способствовать его развитию. Потому что это канал, который перенес на себе те репрессии, которые осуществляет Российская Федерация сегодня в отношении наших соотечественников, но и вынужден продолжать работать уже на территории материковой Украины и, соответственно, дает качественный, хороший контент. Я напомню, что у нас живая студия, плюс 38 073 419 4158. Телефон вы видите на экране, это Viber, можно звонить с любой точки мира и задавать вопросы Ленуру Исламу. Также даже можно по скайпу вклиниться в наши разговоры и что-то обсудить. Я благодарен всем, кто нас поддерживает. Мы благодарны всем, кто нас поддерживает. Уже многие люди высказались, про что мы успели наскринить, извините, такое слово, интернетское. Сергей Стерненко пишет, общественный деятель, патриот, зупинка финансирования телеканала АТР. Это дии на шкоду национальным интересам Украины. Краще бы инициировали закрытие помыек Медведчука, а не нищили контрпропагандистские медиа, пишет Сергей Стерненко. Изедгданов, колышный перший заступник представительства президента Украины в Крыму, коротко прокомментовав. И это все в условиях информационной войны с РФ. Далее, Сергей Мусаев, главный редактор издания «Украинское право», очень авторитетно пишет, комментируя то, что происходит с АТР, как-то все забыли про февраль 2014 года, про оккупацию Крыма и репрессии в отношении украинцев и крымских татар на аннексированном полуострове. «Я», пишет Сергей Мусаев, «могу назвать сегодняшние события вокруг телеканала АТР только одним словом – предательство. Предательство Крыма украинским государствам». Конец цитаты. Ну и Енина Соколова, известный тоже журналист, пишет в Facebook «Шестой год войны, аннексированный Крым и Донбасс. Все знают, что война не только в автоматах, она в головах. Что имеем? Ежедневная инфункционная атака Кремля. Что делает наша украинская власть? Прикрыты международные трансляции и навещания украинского канала ЮАТВ на русском языке. Заблокирован бюджет на крымско-татарский телеканал АТР. Каналы Кума Путина, 112, Зиг, Ньюзван, ежедневно кормят зрителей ватным говном, извините. Лицензии не отнята у них, имеется в виду, видимо. Это можно было бы сделать еще при прошлой власти, конечно. А это продолжает «Игру с дьяволом», конец цитаты, Янина Соколовой. Я повторяю, что много таких очень отзывов, очень много. Вот пишет журналист, 5 час эфира, Настя Рингис, она из Крыма сама, напишет «Поддерживаю вас всем сердцем, первый раз за последние годы плачу». Она не просто журналист из Крыма, она журналист, который не может ехать в Крым. Да, она запрет. Ее даже на похорон отца не отправили. Да, ее запретили Насте Рингис въехать давно, еще в 16-м году, по-моему, когда папа у нее умер, запретили ей ехать на похорон. У нас есть звонок в студию. Здравствуйте, кто вы, откуда? Представляете себе, говорите. Владимир, по поводу Крыма, значит, Иосиф Виссарионович высадил в свое время товар в Крымах за то, что они перед приходом Гитлера в Крым вырезали больше 20 тысяч товарищеском наследиям, в том числе детей. Выключите звонок. Не, 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 я не хочу. Да, не, ну, да. Но зачем, зачем нам эти байки? Хотел что-то сказать, можно было сказать, где он взял эти все цифры, пусть сказал бы нам тоже. Где он взял, я и так могу сказать. В КГБшных инструкциях, которые распечатывали. Это значит, это болезнь информированного человека, знаешь, такого, как бы там, ты когда в теме, ты думаешь, что все люди в теме тоже нет. Но я не верю. Вот я в самом деле, ты идеалист, а я нет. Я не верю, что человек не может чего-то не знать еще в 2020-м. Ты знаешь, я вот хочу сказать, не знать тебе, пожалуйста. Старая власть, пришлось старой власти объяснять, что такое хорошо и что такое плохо. Сегодняшние, сегодняшние пришли молодая команда опять, тук-тук, кто такие? Крымские татары. Кто-кто, крымские татары? Что, что, да, мы коренной народ, да. А вы, разве с казахскими татарами не один народ? Да, вы не один народ, тук-тук опять, да. Кто такие, АТР, да, вы АТР, тук-тук опять. Это на самом деле вот это дежавю, и это уже прошло шесть лет. И нужно понимать, что мы сидели у себя в студии шесть лет назад в Крыму. И у нас никто ничего не отнимал, мы вещали. Были сложности, в том числе с Могилевской властью, которая там была, и там Джарты власть, и кто-то еще. Но эти все трудности брал на себя мечлись тогда, потому что он политическую повестку все-таки крымской татарской вел, а мы фактически как-то транслировали. Мы фактически могли быть защищены этим образом. А тут получается, мы на первый план вышли АТР здесь, потому что информационное вещание, государственное информационное вещание мы взяли на себя. Потому что, по идее, Крымом больше никто не занимается. Сейчас Искандер Барьев правильно сказал. Крымом, информационным Крымом, то, что происходит в Крыму, связующим именно с материком, фактически больше никто не нужен. Потому что это не рейтингово. Это абсолютно никаким образом никуда не нужно. Тут спрашивают, рекламы, можете на рекламе зарабатывать? Да, конечно. А рекламу особенно будут давать, вот когда про репрессии в Крыму сообщаешь, про горе людей, там рекламы вопросто, там зубная паста, там духи и так далее. К нам в самом начале приходили рекламодатели с Крыма тогда, но потом с ними поговорили в Крыму, сказали категорически, и все, и они все исчезли. По идее, мы могли бы быть наполнены рекламой, но это... мы отрезаны. То есть, зачем рекламодателю давать рекламу нам, и потом для того, чтобы вещать на Крым? То есть, они скажут, зачем нам это надо? Мы можем здесь разместить... У нас есть звонок телефонный, здравствуйте. Говорите, кто вы, откуда и... Да, он уже слетел. Слетел? Алло, а у тебя еще звонок есть? Есть. Алло? Говорите. Говорите. Алло, здравствуйте. Здравствуйте, меня зовут Вадим, я звоню к вам из Черновцов. Сейчас наблюдаю вот такую картину, что, мне кажется, повторяется вот такая вот картина, которая была еще в марте-апреле 2015 года, когда телеканал АТР прекращал свое вещание в Крыму, и кажется, что телеканал вовсе прекратит вещание на материковой части Украины. Вот не хочется, чтобы вот эта ситуация повторилась, потому что, во-первых, это будет плачевно для жителей оккупированных Крым, которые не смогут потом, если АТР отключить, не смогут потом посмотреть на те происшествия, которые происходят, потому что сейчас множество есть информационных каналов, которые могут искажать всю эту ситуацию, которые преподносят так, чтобы это было выгодно именно им, а не выгодно для жителей Крыма. И для того, чтобы поддержать, как-то канал нужно как-то решать все-таки ситуацию. Вот хочется задать вопрос Ленуру Исням, вот, и будут ли какие-то действия, будете что-то делать для того, чтобы и дальше поддерживать, чтобы канал и дальше работал? Смотрите, наши действия какие? Если, во-первых, я сразу скажу, что вот в ту часть вашего спича, где вы сказали, что он закроется. Даже если я останусь один, телеканал мы не закроем. Мы это сделали в 2015 году, даже если я останусь один. Вот, ну, здесь, благо, мы на материке, во-первых, мы обросли друзьями, здесь у нас есть все-таки сотрудники, которые также, как Айдер сейчас сказал, идеалистически смотрим на мир. Да, это, если брать так, то это идеалистически. И я идеалистически верю в то, что Украина состоится как государство, и тут даже не в АТРе дело, а именно как в государстве, именно в тех границах, которых мы хотим. Мы оставили все в Крыму, и не таких, как я, много людей, которые все бросили в Крыму. Одно дело это тихо переживать где-нибудь у себя дома, или вести информационную войну, как мы. Абсолютно спасибо вам, что вы сказали, что мы очень важны для материковой Украины, потому что мы, нас, месседж, который идет, мы как голос Крыма для материковой Украины. Ходите, узнать что-то про Крым, вы посмотрите на АТРе. Вот на сегодняшний день мы в такой ситуации, что мы сейчас говорим, что вот мы в такой ситуации, потому что вот голос Крыма в такой ситуации, мы не можем вещать. А сделать можно вот что. Можно нас поддержать, хоть если каждый украинец хотя бы одну гривну перечислить, вот на ту карточку, которую я дал. Я вынужден дал свою карточку, чтобы уже было видно, чтобы можно было это опубликовать потом, чтобы никто не ссылался на то, что мы чужие, чтобы видели, куда вы перечисляете. Есть юрлицо, АТР, Атлант, СВ. Мы его тоже будем показывать. В принципе, те люди, которые себя считают неравнодушными в ситуации с Крымом, они могут нас поддержать. Конечно, это унизительно для нас просить каким-то образом денег, чтобы нас поддержали, но мы вынуждены сейчас так сделать, потому что так получилось, что государство не совсем, я буду говорить, понимает, зачем мы нужны. Пока я не буду говорить, что оно вообще нас не понимает. Именно, так скажем, не совсем понимает. Хотя люди, они пришли с продакшена. Эти люди были раньше в продакшене. Тот же Тимошенко был, Кирилл, он был в продакшене. Зеленский был в продакшене. Здесь, к слову, будет сказать, что Зеленский, кстати, в 15-м году, я с ним встречался, вот если Осман Пашаев еще будет смотреть эфир, Осман Пашаев, Алия наша была еще с нами вместе. Мы были у Зеленского в 95-м квартале. Тогда была идея такая, сделать вот это вот такое вот сатиристическое шоу, такое на телеканале, чтобы высмеивать действия Кремля в Крыму. Именно высмеивать сатиристическим образом, чтобы через смех таким образом как бы вести информационную борьбу. Через смех. И у нас это получилось. Ну, у нас тогда с Владимиром Несеевым так задался разговор, но в итоге надо отдать ему должное. Он поддержал потом эту историю и даже дал своих сценаристов, которые, это было в 15-м году, которых сам же и финансировал. Никогда я об этом не говорил, вот сейчас вот говорю. Но я еще раз повторяю, я знал Зеленского все-таки телевизионщика, Зеленского все-таки человека как из медиа. Президента Зеленского я не знаю еще. То есть это могут быть совершенно два разных человека. Поэтому здесь я не буду... Но в любом случае, эти люди, которые вспоминали Владимиру Зеленский, например, Тимошенко, его ближайший человек по медиа. Они уж точно знают, что такое влияние медиа на массу людей. Уж лучше них вряд ли кто-то знает. И если они, конечно, видят нас, то просто Крым пропал с радаров, ребята. Это ужасная история для всей страны. Да, и, кстати, есть реакция. Сейчас мы примем еще звонок. Я знаю, нас ждут. Подождите, пожалуйста, минуту. Есть реакция представительства президента Украины в этом республике Крым официально на странице. Я зачитаю ее. Что до ситуации с телеканалом АТР. Для нас є очевидною важливість иснувания каналу не лише як першого, а поки единого, кроме все татарского телеканалу, але й як символу спротиву окупації Криму та інструменти комунікації з нашими громадянами, які залишаються в окупації. Ми долучалися до комунікації з компетентными державними органами влади. Что до підтримки телеканалу для повного розуміння ситуації, ЗТР уважаємо важливі, почуті позиції Министерства культури, молоді та спорту України. Ну їх позиції, вони нас підтримують. Здесь дело, ми даже такую конспирологічну цепочку провели, що здесь дело даже не в Бородянському. Здесь можуть быть, сыграть разные силы, як часто бывает в политике України, коли кем-то хотят кого-то выбить. Такое тоже можна, возможно. Но относительно Бородянського, у нас нет к нему претензий, потому что он ассигнование открыл. Это казначейство, как в прошлом году, фактически в субботу заблокировало, фактически это блокировка денег, которые нам дали, так и в этом году, получается, ассигнования открыты, но они заблокированы. Это, ну вот именно к Бородянському я бы не стал на самом деле. Там еще есть Алексей, Северин, его зам. Они были с нами на связи и коммуницировали. Другое дело, что казначейство им не подчиняется. Я не знаю, я сейчас не хочу вообще каких-то цепочек таких даже делать, потому что мы сейчас уйдем в очень такие вот... Мы сейчас нагородим цепочек. На сегодняшний день ситуация такова, что они заблокированы на казначейском счете. Мы получили бумагу от казначейства, что они заблокированы. Все. То есть мы фактически с 20 декабря не ведем интенсивную такую вот информационную войну, потому что мы недофинансированы в прошлом году, именно недофинансированы. А здесь у нас вообще уже бюджет 20 года, он просто заблокирован. Все. И нас отправляют в путь такой. Идите туда, не зная куда, принесите кто, не зная что. Ленур, у нас есть звонок из Крыма. Здравствуйте. Говорите, кто вы и задавайте свои вопросы. Алло, вы в эфире? Алло. Есть телефонный звонок? Пока нет, да? Настраивает, да? Ага. Подождем минуточку. Да, да, да. Пока настраивается звонок, я прочитаю пост. Вот свежий Ирина Герасченко, это бывшая вице-спикерка Верховной Рады, написала у себя в Facebook. Сегодня збиралась гостья ДАТР, але перенесла эфир через застуду. Як бы знала, что работа единого крымстарского термомовника будет заблокована через брак финансирования, пішла попри все, аби підтримувати канал журналістів, висловити решуючий протест цим діям влади. Перекрити кисень АТР напередодні 6-й річниці анексії Криму, це не просто безумний, бездумний крок. Це реальний злочин. Гуманітарна політика в лапках нинішньої влади, в який є місце сватам, кварталам, іншої продукції малоросів, але дезніщують це все патриотично, українсько, тепер і кримсько-татарсько, це є політика реваншу. Європейська солідарності, вимагає від уріду ВВП негайно розвукувати мовлення єдиного кримськарського каналу, це обов'язок державу, підтримати мовлення, культуру, традицію кримських татар. Конец цитати Ірина Гераченка, Народного дитата України. Есть звонок у нас в студию. Здравствуйте, вы в ефірі, говорите, кто вы, откуда, і задавати свій вопрос. Да, вы в ефірі. Субтитрувальниця Оля Шор. 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 Мы должны идти на дорогу. Я думаю, что без перевода все понятно. Наша зрительница говорила, насколько важен телеканал СТР, насколько важен, как воздух он там. И об этом говорил Ленур Слямов тоже. Я продолжаю читать с экрана компьютера то, что пишут про ситуацию с СТР. И вот наш бывший сотрудник Аркадий Бабченко, известный публицист, тоже написал у себя. Сейчас я прочитаю, что-то у меня подвисать начало. Телефонный звонок пока? Давайте, давайте телефонный звонок. А нет, давайте все-таки зачитаю, у меня получилось. Подождите, пожалуйста, на телефончике. Аркадий Бабченко публикует фотографию нашего телеканала сейчас с той студией, которая весь день транслировалась. И пишет, финансирование канала на 2020 год заблокировано. Привет. Для того, чтобы телеканалу получить финансирование, он должен провести тендер на размещение контента. Не спрашивайте меня, что это значит. У меня в голове эта схема никак не укладывается. Я сейчас бьюсь ею об стену и ору слова, которые не хочу здесь произносить. Но суть, насколько я понял, в следующем. Деньги государства выделило 50 миллионов гривен на оплату спутник, аренду помещения, зарплату и прочее. Это для телевидения совсем не бог весть сколько, но по крайней мере можно продолжать работать. Но чтобы эти деньги получить, телеканалу нужно провести открытый конкурс и выбрать победителя, который у него будет размещать контент. Ну как с государственными учреждениями? Типа вы получаете деньги из бюджета, значит вы должны вести свою деятельность на конкурсной основе. Какой может быть конкурс на производство новостей третьими лицами для крымско-татарского телеканала во время оккупации Крыма? Я своей головой с пятой попытки все еще понять не могу. Тендер для единственного крымско-татарского канала среди кого? Среди единственного крымско-татарского телеканала? Никто не хочет написать заявку на участие в тендере и поехать в Крым освещать репрессии крымских татар? На конкурсной основе перспективы уехать на подвал на пяток лет другой? Ау, мы ищем таланты. Я не знаю, в чью высветительную голову пришло это решение, но клянусь, ничего подобного я отродясь никогда не слышал. В прошлом году недофинансирование канала составило 15 миллионов. В этом году деньги просто заблокированы на казначейском счету. Я проработал в этой студии год. У меня было всего 2-3 работодателя, сотрудничество с которыми было не просто работой, а мировоззрением, единением с семьей. АТР один из них, единственный крымско-татарский телеканал, вещающий на крымско-татарском языке на аннексированный полуостров. И он поставлен на грань закрытия. Что вы делаете? Вам Крым нужен вообще, друзья мои, или что? У вас единственный крымско-татарский телеканал, который работает сам. Сам создался, сам организовался, сам пашет, сам создает, сам показывает. Все, что от вас требуется, не трогайте. Дайте денег, скажите спасибо и не лезьте в него руками. Все. Я прошу расшарить эту информацию, АТР должен существовать. Ну а я, в свою очередь, принял решение возродить запоребрик на YouTube, на программу, которой Аркадия была здесь. Спасибо, Аркадий, за поддержку. Тут исчерпываешь, ничего не скажешь. Звонок у нас есть в эфир еще. Здравствуйте, говорите, кто вы, откуда? Добрый вечер. Салям алейкум, господа. Меня зовут Владислав, Киев. У меня вопросик, в общем, и к Айдеру, уважаемому, и к Лемуру Ислямову. Не кажется ли вам, что вот эта блокировка АТР, это начало масштабного давления на крымский татар по вопросу подачи воды в Крым? Потому что я знаю, что у наших хлопчиков уже день уже так особо в бюджете нет. Сейчас будут искать любую возможность, где бы чего подзаработать. Не кажется ли вам, что это вот начало, так сказать, полномасштабной действий? Ну, спасибо за вопрос, спасибо, да, ты отлично, да, или я... Нет, давай, ты начинай потом. Я отвечу, я в самом начале эфира, мы сказали, что конспирологии здесь много. Кстати, вот вещатели, вот это вот КРРТ, такое тоже государственная структура, есть вещатели, которые вещают на Ченгар, наши вышки. Об этом в самом начале не сказали, что это не только АТР, это еще и Мейдан, радиостанция, и детский и крымский татарский телеканал. Я могу, конечно, в это поверить, но с трудом. Скорее всего, просто нет денег, просто нет денег. И в бюджете, вот как говорят, так скажем, люди, которые уже связаны, допустим, и как ты поддерживаешь, государственные структуры, которые работают с бюджетом. Они говорят, что сейчас многим отказывают, потому что нет денег в бюджете. Но, видимо, с теми структурами, так просто как нам, просто так не заблокируешь, потому что они государственные. А нам придумали сам факт, что 4 года мы работали и получали поддержку, как частный телеканал поддержку. И за это голосовали депутаты, 256 депутатов каждый год, Верховные Рады. Потом бюджетный комитет проходил. Нас проверял Минсоц, потом проверял Рахунковая палата. И никому в голову не пришло написать в комментариях, что вы должны какие-то тендеры проводить. Как Бабченко сказал, с кем, может быть, там сразу давайте сядем в тюрьму, как бы с этими людьми, там в Крыму. Давайте там политзаключенных еще наделаем, целую кучу. Мы не знаем, как камеру туда затащить, как туда толком завести людей, чтобы они сняли, потом выехали, потом мы этот материал даем. А тут мы сразу явки, фамилии, пароли все дадим сразу и объявим этих людей уже там, прям террористами, скажем. Адрес такой, это Кривоколенная 5, заезжайте, берите, вот они там сидят. Ну то есть, маразм, который, да, можно, конечно, в эту играть историю, что они в воду собираются. В воду никто не подаст, этого никто не говорил, я вам сейчас скажу по поводу воды. Я думаю, что часть Межлиса, которая на материковой Украине есть, АСКЕР это точно, мы это точно, мы встанем прямо на русло этого канала. Если они соберутся выдавать воду туда, в Крым. Мы будем на русле стоять этого канала. Если они открывают, они открывают, чтобы затопить нас. Вот до такого может дойти, и это уже, в принципе, обсуждалось. Пусть полкова попробует, пусть только попробуют это сделать. С АТР им проще, потому что мы в некоторый образом завязаны на них. Если бы мы знали бы точно, что наши телезрители, наши подписчики и наши зрители действительно поддержали бы нас, мы могли бы вообще отказаться от государственной поддержки, чтобы не унижаться и не ходить вот так вот к ним, чтобы они идти туда, не знаю, как с этой посылкой мы говорим. Мы вам принесли деньги, пожалуйста, вот в посылку, но вручить вам не можем, у вас документов нет. И вообще сам факт доказывания того, что мы сейчас на шестой год войны с Россией, мы приходим и говорим, тук-тук, АТР, да идите как бы там на тендер, идите туда. То есть сам факт уже унизительный вообще об этом. Вообще, знаете, что я добавлю, вы сказали про воду, воды не будет в Крыму, но это просто через наш труп, ну сразу могу, я уже говорил, предупредить людей, ну все, российскую армию поить мы и не собираемся. Нет, ну это же невозможно. Вот, и смотрите, еще... Не, ну середитель прав в том, что идеи у людей могут... Идеи нет, витает идеи, да, и пишут об этом в Фейсбуке, уже пишут, что вот закинули идеи, я еще уверен, что это россияне закинули про воду в Крым и так далее. Тут кто-то гибридный, тут подвякнул им и так далее. Кристина Бондаренко пишет в Фейсбуке, это бывший генпродюсер телеканала АТР. Сегодня телеканал, который стал для меня родным на меже существования. В последние месяцы произошло сокращение Штатов. Журналісти писали про проблемы, кричали про имоверность, остановка всего творческого и производительного процесса. Но эту историю влада вселяко ссула на второй, третий план. И сегодня единственное информационное векно, выкупированный Крым на меже закрытия. Допоможите врятовать телеканал АТР. Дякую тебе, Христи. Да, спасибо. Во-первых, она не бывшая, мы все-таки ее считаем своей и она всегда станет своей. Кристина, передаем тебе привет от всего коллектива. Приезжай к нам сюда, будь с нами и даже можешь пару эфиров провести, ну как только сама сможешь. Уже я знаю, что Осман отреагировал, что Осман хочет прийти проехать, тоже провести эфиры. И вообще нам бы, вот именно те ведущие, которые были с нами и которые остаются первыми лицами многих телеканалов и многих ведущих, мы вас тоже здесь ждем на марафонах. Мы бы хотели тоже, чтобы вы своими, а вы являетесь оппиннинг-лидерами, то есть теми людьми, на которых ссылаются, которых уважают и мнение которых слушают. Мы бы тоже хотели, вот я вас приглашаю, чтобы вы приезжали и приходили сюда добирать, потому что это для вас тоже родной дом. Крым это родной дом вообще для всех украинцев должен быть. Чтобы вы приезжали сюда и тоже говорили свое мнение. Вот эфиры будут для вас состоять. С завтрашнего дня у нас будут марафоны с 3 часов дня. Звоните, друзья. Все, кто у нас знает, не обязательно тут работал. Но кто работал, тем более журналисты, редакторы, политики, кто не хочет на этом пиариться. Кто неравнодушен. Неравнодушен к ЭТРу. Приходите и говорите то, что вы думаете. Звоните нам, мы увидим вас в прямой эфир. Вы будете иметь возможность сказать свое мнение и высказать свои идеи, как можно все-таки поддержать ЭТР. Но я, вот честно, для меня сегодня это как у нас эфир заканчивается. Но для меня сегодня это просто какой-то сон, ставший реальностью. Дежавю. Вот я сказал это сразу, потому что я вел как раз эфиры в 2014 году в момент аннексии. Я приехал в Крым, прилетел. И Ленур посадил меня в студию и сказал, веди и звони. Марафон был тоже тогда во время аннексии. Я звонил разным людям в разные страны мира и вводил их эфир и спрашивал, что происходит, что творится. Это было очень похоже на сегодняшний день. Но если, но это дежавю переживать в Украине, в стране, которая является нашей родиной и надеждой, опорой и гарантом в счет существования крымских татар, это невозможно физически, это физически больно и неприятно. И я все-таки, у меня тайная надежда есть, что завтра мы проснемся и что-то услышим вменяемое по поводу того, что, знаете, ну, все бывает. Там какой-то, кто-то написал это слово тендер, но, конечно, мы это не имели в виду и так далее. Но я уверен, об этом я быть уже не могу после сегодняшнего. Я бы что хотел сказать? Я бы хотел сказать, чтобы вы просто показали, насколько вы нас поддерживаете. Просто продемонстрируем. Мы каждую фамилию того, кто нас поддержал, мы будем каждый день, здесь будут работать журналисты, те, которые действительно, которые мне все равно. Мы всяческим образом будем выводить в эфир тех людей, которые действительно считают, что мы важны и нужны. А узнать об этом мы можем только благодаря тому, что вы позвоните и скажете, мы не подключены сейчас в панели, в Нельсоне, мы не можем себе позволить там 75 тысяч долларов на изучение рынка, там, фокус-группы, все такое. Мы знаем, кто наша фокус-группа. Мы знаем, что эта фокус-группа, те люди, которые нас действительно поддерживают, те люди, которые знают о нас. И те, которые хотят вернуться в Крым вместе с нами. Без нас в Крым не вернуться. То есть мы тот мостик, который прокладывают в Крым. Я бы хотел, чтобы сейчас журналисты, чтобы все тоже слышали, что мы будем каждую фамилию, даже человека, который одну гривну нам перечислил, будем говорить и будем благодарить его. Обязательно на каждых эфирах будем говорить. Еще раз повторяю. Было бы вообще замечательно, если государству действительно нужны наши деньги. Действительно так важны эти деньги, которые для нас были предназначены. Мы можем вообще, если так пойдет, и мы действительно увидим, что наши телезрители нас поддержали, мы можем от них отказаться, если на то пошло. Если так нужны эти государству эти деньги. Но не вещать в Крым, не поддерживать то, что делают там крымские татары, то, что делают там крымцы, мы не можем все равно. Нам надо об этом говорить. Нам нельзя, чтобы затухал этот костер, тот, который горит в каждом сердце Крымского татарина, что Украина материковая вернется в Крым. Они, Наджи Аметова, приехала, говорит, водитель, который перевозил ее, услышал, что она говорит там с одним из бывшим сотрудникам АТР о том, что передать 2000, бабушка этого сотрудника передала, я не буду говорить сейчас фамилию, хочет передать через Наджи Аметова, это Казимара, дочка, она у нас работает. Водитель слышит разговор, он ее пересаживает, говорит, а можно, чтобы вперед сели? Она села вперед, он ей говорит потихонечку. Вы, говорит, вот эти 200 рублей возьмите, передайте на телеканал АТР. Да, говорит, передам. То есть водитель в маршрутке, вы, говорит, возвращайтесь быстрее, да, скажите там, скажите там в Украине, быстрее возвращайтесь. Вот, чтобы вы понимали, эта девочка плакала, когда рассказывала, Наджи, она там действительно ранимая такая. Вот так, чтобы вы понимали, относится к нам в Крыму. Да, и это действительно, ну, мне трудно разговаривать с людьми из Крыма сейчас. Я им говорю, подождите, это все какое-то такое, ну... Мы бы могли вообще, да, сейчас перебью, мы бы вообще могли отказаться. Просто тем людям, которые здесь работают, в том числе с материковой Украины, а крымских татар, которые приехали, в любом случае нам надо платить аренду, нам надо платить за свет, который сейчас есть в студии, нам надо платить за отопление, которое здесь есть, нам надо платить коммерческую структуру налоги в этой стране, которой мы есть. Вещание на Крым тоже стоит денег, получается, и спутниковое, и радийное. Мы не можем без поддержки, не можем. Мы могли бы, если бы это был чистый, там, Айдера, эфир в блоке или МОЭ, допустим, какой-то эфир, могли бы отказаться от этого. Это касается всех крымских татар. Это всех украинцев касается. Мы, это Украина, здесь, на материковой Украине, мы Крым. А вы, там, через наши эфиры, Украина в Крыму. Услышьте то, что мы сейчас вам говорим специально. Вы воспользуетесь теми словами, которые я говорю. Я не политик, не какой-то там человек, который каждый день выходит в эфир. И для меня действительно больно говорить о телеканале, вот с таких вот, на самом деле, интонациях, о которых сегодня я говорю. Услышьте, пожалуйста, нас. Это был Ленур Ислямов, гендиректор телеканала АТР. Многие люди нас поддерживают. Вот депутат Андрей Лозовы и многие, многие, я уже не буду, нет времени читать эти посты. Даже на крымсоторском языке украинцы пишут слова поддержки. Чок-чок согло у нас. Это очень трогательно. Я уверен, что у нас очень много друзей, которые будут нас поддерживать до конца. Я надеюсь, что и во власти есть люди, которые понимают, что такое Крым, и что Крым – это Украина, не только на словах. Всего доброго. Смотрите АТР. Завтра марафон в поддержку АТР с 15.00 по Киеву. Всего доброго.